Субтитры сделал DimaTorzok Он вернёт тебя в прошлое Чтобы играть в любви, который сосуд в задницу Он подпочёл бы иметь бывало Возник полнос у него на ухоу Он подпочёл бы сесть, гнилой мудак И с конца на дороге убил его пивом Но самые другие мы, которые когда-ли услышали Он зой Нинтендонер Он зой Атарасик Ботаник Он зой Ботаник Видеоигры Позовите меня за вопрос В какой формате вы обычно играете в видеоигры? Картриджи, коммандистки, карты, дискеты Как насчёт аудиокассета? Разве это не заново мысли играть в игру на чёртой кассете? Это трансформатор для командора 64 компьютера, который определённо больше, чем кажется на первый взгляд Вы начинаете это и входит в ваш миссач эронический из этого шоу Вот это да, отличная игра Затем через 2 минуты появляется титуль на экран Затем немного дольше, а затем вы получите свой ключ AutoBot Как видите, оптимуса права нет, это довольно глупо Вместо этого это род Димус Прайм Затем вы получаете цветное из этого шоу в течении ещё 5 минут, и внезапно игра начинается Если бы не музыка, я бы даже не ожидался, что это трансформеры Большая часть игры ведётся с помощью ключевых команд Для помещения ваших автоботов в разные места Автоботы все обозначены цифрами, раз у них не может быть чего-то большего, понимаешь? Когда вы вступаете в бой, это приходит вид от первого лица Вы берёте джойстик и пытаетесь бить как можно больше децептиконов Это становится монотонным довольно быстро Одна из ключевых команд, то есть Т для преобразования, она просто хорошо заставляет вас преобразовать Но это ничего не меняет, это просто вид от первого лица, поэтому вы не можете сказать, трансформированы ли вы или нет Кстати, я в ферме с динозаврами, вступающим в клинический челнок У меня нет комментариев Задите на эту игру Да, трансформеры Трах не это Разве вы не думаете, что игра основная на динозаврами будет иметь больше акцент на действий, а не на сортической симуляции? Ну, вы знаете что, была игра-трансформеры, которая была сайт-сколлером Только в Японии Позвольте мне представить Nintendo Famicom, проще говоря, это японская NES Очень сильно отличается от этой серии коробки, не так ли? Это меньше, и это топ-загрузчик Он имеет хороший полисборник, а контроля подключается консоль, что эффективно Но провода слишком короткие, они жёстко подключены к консоли, поэтому вы никогда не сможете их поменять Контроллер одинаковый, Select, Start и A Он всего которого вместо Select и Start есть микрофон Очень многие игры использовали это Насколько я понимаю, в Легендах Зельда вы убиваете голос полиса, давая громкий шум в микрофон Конечно, это только японская версия, но у кого все еще говорится, что голос полиса ненавидит громкие звуки Которые только вместив фейцы в легаков в запретенном Японии Там также есть игровая система, но мне нужно получить кабель для него Так что, может быть, мы вернёмся к этому позже, я выхожу из игры Вопрос в том, почему эта игра не была в обещании на запретенном Японии В доступной библиотеке игр кажется, что большинство из них, независимо от того, насколько дьявол увидит международный элис Так может, или быть так, что... этот был просто так, плох... АААААААХ ПРОСТО ДЕМА Название переводится как «Тайная Оптимуса Прэма» И это переводит его к «Просто идеально» Почему загадка Оптимус Прэма отсутствует в этой игры, а остается загадка и Ультра Магмус? Если вы действительно пройдёте игру и соберёте все буквы, вы можете знать Радимусом Прэмом Но это разница только в цвете Да какой смысл, они должны были сделать своё вторым реном, как Майо и Луиджи Вместо этого у нас есть ультрамагнус и ультрамагнус. Но это наименьшее из наших проблем. Править это? Один да, и дымират. Ты в жизни без продолжения, без контроля рабочих пунктов. Вы будете слышать это чаще, чем слышать в этом городном шоу. Если вам даже повезло подняться на вторую унию, можете продолжить с простым кодом. Когда вы закончите игру, держите A, B и Start. И позвольте мне сказать, вам будет всё сделать каждую секунду или около того. Вы будете продолжать вечно, но это всё равно не поможет вам пройти уровни. Вы действительно должны пристегнуться, и ваши чувства к видеоиграм станут невероятно высокими. Позволь на это, Димо, это почти так же плохо, как сериал Суффикс, но это и есть везде. Всякий раз, когда вы пытаетесь уклониться от чего-то, вас поражает только что-то другое. Как что-то возьми эту ванную штуку, уничтожая гигантского робота. Это почти оскорбительно, сколько преимуществ имеет в магии. Вы уберёте один удар, но их иногда не могут дать больше, и они меньше. Это не имеет никакого смысла. Они также могут пройти сквозь твёрдые кирпичи, но вы не можете даже стоять сквозь кирпичи. Даже если враг идёт на вас через кирпичи, вы ничего не можете с этим поделать. Они также маскируют себя на заднем плане. Я даже не вижу эту чёрную штуку, разве они не могли использовать больше цветов? Вы можете трансформироваться на это самоубийство, потому что это занимает 3 секунды. На самом деле, вы не пытаетесь трансформироваться, вы оставляете себя открытым для вражеского огня. И в редких случаях он выступает в игру для дела, нужно преобразоваться, чтобы вратить через русское место. Но если вы будете осторонны с этим преобразованием, это то же самое, что сказать, вот, убей меня. Обнаружение удара очень произвязано. Начнём с того, что это такая большая цель в любом случае. Но если ты приближаешься к вашему периметру, это означает считать ударом. Однако, если вы пытаетесь прогреть врага, и ваше поле попадает куда-либо, кроме мёртой точки, она проходит сквозь неё. И всё так мало, так быстро и движется с такими нерегулированными паттернами. Попасть в себе всё равно, что пытаться ссать в рёмку, крутящуюся на прыгнуть или привязанную к спине бегущего гепарда. Пока ты едешь на одноколёсном велосипеде, пока она тут с завязанными глазами. Зачем легко. Но с этой игрой абсолютно нельзя, что ты должен стать серьёзным. Знакомы с Билли Митчеллом? С демпионом мира по видеоиграм. Он, вероятно, мог бы сделать это. Итак, я должен найти способы использовать его силу, я думаю, что нашёл способ. Это его острый соус. Мы здесь сегодня, чтобы отпраздновать жизнь злого ботаника из видеоигры, которая умер от употребления острого соуса Билли Митчелла. Пусть он покоится с миром, блятый хлопок, он ещё жив. Хорошо! Теперь я готов! Боже, ты такая безумная, экран продолжает мигать и зацелять меня, чувствуя, что у меня будет припадок. Но у меня батаре. Что за хрень? А иди туда, чё ты возьми, иди туда! Вставай туда! Ах, не на, чёрт, игра не обходится без трудно доступных прыжков. Круто, чё это было не могло, вы даже не можете увидеть, что там пока не стало слишком поздно. Вот чёрт, я побери, я даже не могу прикоснуться к этому маленькому конусу мороженого. О, это действительно экротипно, с экротипным в 10 веком качестве босса. Это было же энергию грузбасса, это так дёшево, вы хотите принадлежать на грёбанной обложке. О, чувак, пристрелив, стреляй, я не могу стрелять эти вещи! Да! А эти самолёты просто продолжают идти. О, нет! АААА, Чёрт возьми! А это слишком музыка, что мой мужик, и это не та высота, что вы стрелять в них там, что просто гром esempio на ушках. Буду бы, я не... АА uni! Тааааа... Стуя, как мы вы получается. Это был людей, Двырган, убьёт меня. Но давайте мне сказать вам о девятой стадии, это один из самых дешёвых, самых несметровых, самых загадковых и испорченных уровнях в истории игр. Вы продолжаете идти на него. Вот пока что вы снова и снова продолжаете, ну, и ту же сцену в быственном цикле. Да не видит ничего объясняющего, что я должен делать, мы должны почитать интернет, чтобы узнать. Отказывается, вы должны получить ключ, но этого недостаточно. Вы также должны исследовать определенные схемы, по сути, как Сергей Дриндс. Кто должен понять это самостоятельно? Это очень похоже на Супер Майороз, и вы вороне через замок. Вы должны правильно подняться, что снова и снова по полном, иначе сцена повторяется. Но в Марио это гораздо проще угадать, это немного креотчество той стороны, но также... Это не миллион вещей, пытающихся убить вас! Тут выжить, не говоря уже о том, чтобы понять правильный шаблон. Игром этого путь, как по которому он идёт, сложнее, чем будь основанная на здравом смысле. Мне нужно больше горячего соуса. По конец дороги, Мегатрон. Кам! Да ладно, давай, угри! Боу, да! Вот это диньмо. В заключении, всё, что я могу сказать об этой игре. Этап 10? Я бы не Мегатрон, кто что-то возле меня может быть следующим? Я бы не 10 этапа из задницы. Я бы предупреждал, что если Мегатрон не последний босс, тогда должен быть Гальватрон, если может быть Уникон или Фулли Трон, кто знает. О, это Меха Гозилла, конечно, я должен был знать. О, чувак, это была самая сложная игра в моей жизни. Все эти проблемы, законченные с кенечным экраном, которые я даже не могу прочитать, теперь я могу сделать вывод, что игра не имеет ничего общего с трансформерами. И даже музыки, заключение на этой части. Даже версия Коммандора имела чёртову тему. В этом та же самая мягкая музыка играет всю игру. У боссов есть своя музыка, но это всё. Я и о боссах. Это позволяет задуматься, знали ли создатели этой игры что-нибудь про трансформеров? Хотелось ли им прибегать к использованию англотипа Дезапикон три раза? Ну да так, они, наверное, тоже босс трижды. И дважды. И босс, это ядерный арьер Мия Макадамии внутри Луны. Мол, им не хотел бы занаджить Дезапиконов на выбор, а не когда-нибудь ботели в шоу. Что касается автоботов, то даже в версии Коммандора было из чего убирать. Конечно, они существовали в основном тельце, но, по крайней мере, они признали их. Но с респомерами или нет, это просто чёрт-то дра в плохой игре. Большинство уровней это одно и то же, снова и снова, только лиска изменённые. А десятый этап, это просто восьмой этап назад. Но большая проблема заключается в сложности. Для кого предназначена эта игра? Конечно, не геймер, который хотели раздумывать испытания, или поклонники трансформеров. Это разочевывывает в обор в направлениях. Так что теперь удивительно, почему игра никогда не была в лучшем за пределами Японии. Потому что никто больше не хочет играть за чёрт-то дерьмо! Ну, я должен взять сюда то, что должен. Один должен стоять! Один должен... Воу-воу-воу! Кто ты? Меня зовут Оптимус Прайм! Что ты похож на... А ну, ты сделаешь более строгих вещей! Крик!